Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента, конкретные торговые рекомендации, общие сводки по рынку для того, чтобы у вас было больше информации, необходимой для принятия торговых решений. И, собственно, мы всегда открыты к фидбэку, к обратной связи с вашей стороны. Если есть желание, чтобы мы расширили ассортимент, скажем так, анализируемых активов, дайте нам об этом знать. Ну что ж, сегодня обещает быть жаркой сессия, потому что сегодня у нас две пресс-конференции, два выступления, причем сразу глав Европейского Центрального банка и Федеральной резервной системы Джерома Паула и Кристин Лагард. В 19.20 состоится выступление Паула в 21.00 Кристин Лагард. И завтра точно будет очень интересно обсудить, друзья, вместе с вами изменения, которые произойдут с курсом доллара и с европейской валютой, потому что, безусловно, в обоих случаях мы получим дополнительные подробности относительно будущего вектора монетарной политики, который, как мы знаем, задает тон движениям и американского доллара и европейской валюты. Ну, для разогрева сегодня будет блок статистики по производственной активности всех стран ЕС и валютного блока в целом. Буквально с 10-15 по московскому времени начнет выходить эта статистика. Там буквально в течение полутора-двух часов мы увидим релизы по всем странам. Я, в целом, настроен довольно пессимистично, поскольку не могу представить себе какое-то адекватное и фундаментально обоснованное улучшение производственного сектора, так же, как и в ситуации со сферой слух, из-за проблем с инфляцией и общего новостного фона, который, к сожалению, рисует перспективы, в том числе и для экономики валютного блока, исключительно в мрачных тоннах. Поэтому каких-то иллюзий особо не питают, жду слабой цифры и считают, что европейская валюта на этом фоне должна локально снизиться. Хотя понимаю, что сейчас все-таки на евро куда больше будет влиять комментарии, которые коснутся непосредственно европейской монетарной политики. Все уже прекрасно понимают, в каком состоянии находится ЕС, но для многих еще не ясно, как Европейский центральный банк будет бороться с высокой инфляцией, будет ли вообще бороться, ужесточая денежно-корритную политику. Давайте начнем сегодня с американского фондового рынка. Очень много вопросов было с вашей стороны по поводу того, что ждать дальше от S&P, от NASDAQ, от Dow Jones. Я остаюсь на стороне продавцов и считаю, что во всех трех случаях по индексам мы увидим еще более низкие ценовые значения. Да и в целом, те распродажи, которые наблюдались в последние недели, они стали самыми крупными за десятилетия. В частности, я считаю, что даже уместно сейчас подвести небольшую сводку по тому, как сильно проседали индексы. Например, Dow Jones закрыл прошлую неделю уже восьмую неделю подряд. То есть это самый продолжительный период спада с 30-х годов, то есть с времен Великой депрессии. S&P, NASDAQ не такие чудовищные антирекорды, конечно же, но все равно можно отметить, что раз уж снизили седьмую неделю подряд, в последний раз такое было после краха доткомов в 2000-х годах. И я считаю, что снижение, которое за последние недели уже произошло, это доказательство того, что это не коррекция, друзья, это вступление рынка в новую фазу, в данном случае медвежью и нисходящую. И почему уверен, что рынок будет снижаться дальше, потому что раз инвесторов так сильно напугало вероятность рецессии и негативное воздействие инфляции на экономику, то что будет, когда они просто увидят, что все это было не вероятностью, а риском, который реализуется. То есть инфляция ударит по экономике, по потребительской активности, по производственному сектору. Рецессия незамедлительно последует за этим. Кстати говоря, JP Morgan оценивает вероятность рецессии в 41%, Goldman Sachs в 35%, Citi, по-моему, ранее давали оценку чуть ли не в 46%. То есть с каждой недели мы видим, что процентаж этот начинает все-таки смещаться в сторону большей вероятности и более высокого показателя реализации, что ли, вот этого риска. Поэтому я считаю, что при таком новостном фоне он точно не изменится. Я не верю в чудеса и уверен, вы тоже, друзья, понимаете, что инфляция – это проблема, которая с мировой экономикой всерьез и надолго. Завтра она, само собой, не устранится. Поэтому в ближайшие месяцы все будет только лишь ухудшаться. И, значит, американский фондовый рынок покажет более низкие ценовые значения. По S&P у нас была с вами цель 3800 пунктов. Я предлагаю пока на нее также и ориентироваться. Очень правильный вопрос. Куда пошли тогда деньги из фондового рынка? Во что сейчас вкладывают инвесторы? Я могу отметить только лишь доходности. Казначейские облигации и делаю вывод о том, что они пользуются спросом по снижению доходности этих самых трежерис. Потому что если повышается стоимость этих облигаций, снижаются доходности. И здесь такая вот цепная реакция, что деньги из фондового рынка вышли в облигации. Облигации, которые стали пользоваться спросом, привели к снижению доходности этих бумаг. Снижение доходности облигации ударило по доллару, который скорректировался о снижении доллара. Поддержало рынок драгоценных металлов. Я думаю, что очень просто проследить вот эту цепочку. Но что делать нам, поскольку мы интересуемся всеми этими инструментами? По золоту, к сожалению, друзья, я не очень хочу сейчас рекомендовать какую-то сделку. Потому что все прям совсем неоднозначно. Раньше у нас хорошим подспорьем был индекс рыночных настроений. Кайман, на который мы смотрели сейчас, постоянно меняется перекос продавцов и покупателей. И сейчас и вовсе подобие там баланса 50 на 50. Но если прям руки чешутся, вам хочется поторговать золотом, и вам нужно дополнительное мнение, что делать с этим активом, я рекомендую все-таки сейчас рисковать и пробовать, пока доллар не нащупал почву под ногами для собственного роста, пробовать золото покупать. По другим финансовым активам. Доллар канадец 1.2802, цель 1.27 остается. Европейская валюта против доллара 1.0671. Вчера очень насыщенный в плане фундамента день. Поскольку вчера был отчет ИФА, который превзошел ожидания экспертов, неожиданный рост бизнес-оптимизма в мае вообще как-то странный. Я думаю, что какая-то статистическая ошибка. Но на чем этот оптимизм мог бы вырасти в этом месяце, учитывая то, что индекс цен производителей достиг рекордных показателей и увеличился в домовыражении на 37%. То есть предприятие, промышленность сталкиваются с небывалыми издержками. Почему растет оптимизм? Я думаю, опять же, что через месяц-другой мы увидим совершенно другие цифры, которые будут уже негативными. Самый главный триггер вчерашнего дня – это комментарий Лагарда о том, что Европейский центральный банк может повысить ставку до нулевой отметки, может быть, чуть выше, к сентябрю. И есть вероятность повышения ставки на 0,25% в июле. То есть это поможет ставке, которая сейчас находится на уровне минус 0,5% восстановиться. Будет ли это системным ростом таким для европейской валюты? Нет, друзья. Потому что всегда, когда мы делали акцент на евро, мы ассоциировали и сравнивали ситуацию в еврозоне с ситуацией в США и сравнивали монетарную политику. Но даже если представить, что ЕЦБ все-таки отважится сейчас на несколько повышений процентной ставки, поднимут ее даже на 1%, если предположить, к сентябрю, то к сентябрю ставка ФРС уже точно будет выше 2%. И этот контраст, он останется просто невероятным. Поэтому я предлагаю, как и раньше, ставить на системное укрепление доллара. Индекс американской валюты у нас всегда был в арсенале. И как бы это ни звучало странно, но не смотреть особо оптимистично сейчас в отношении евро. То есть если у вас короткие позиции, я думаю, что европейская валюта перейдет к снижению уже в самой ближайшей торговой сессии. А по поводу индекса доллара, очень многое будет зависеть от протоколов, которые выйдут в среду. В случае, опять же, жестких комментариев, жесткого содержания этих протоколов, доллар развернется. Если протоколам не помогут, будем ждать тогда уже июньское заседание. Ну, в принципе, уже 2 с небольшим недели. Не так уж и долго. И оно точно сможет раскачать волатильность и вернуть на рынок покупателей. Вчера выступления Дели, Бостика, Джорджа, которые являются членами американского регулятора, они за повышение процентной ставки. Поэтому планы наши не меняются. Будем ловить индекс доллара выше текущих значений. И рынок нефти 110 долларов за баррель. Как и раньше, смотрим вверх. Ближайшая цель 115 долларов за баррель. Новостной фон не изменился. Ставим на смягчение ковидных ограничений в Китае. На дефицит бензина, дизельного топлива, энергоресурсов. И ждем, собственно, логичного восстановления рынка нефти на фоне еще сохраняющегося риска, связанного с новым шестым пакетом финансово-экономических санкций, который может включать эмбарго на поставки российских углеводородов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.